сегодня я расскажу о самом важном предмете экипировки для настоящего сварщика маски для сварки в этом ролике мы рассмотрим какие бывают типы защиты глаз что такое маска хамелеон как она устроена как выбрать маску для сварки которая защитит вас и прослужит верой и правдой долгие годы во второй части ролика несколько полезных советов как ухаживать за маской сварщика работа со сваркой не без основания считается одной из самых травматичных ни один участок тела не может оставаться открыт для этого используют специальные костюмы обувь перчатки респираторы наушники и конечно же маски сварщика от чего защищают маски сварщика от брызг металла и окалины от ультрафиолетового и инфракрасного излучения от дыма пыли газов и от высокой температуры чем она удобнее функциональнее тем выше ваша безопасность для начала рассмотрим какие виды защиты на сегодня в принципе существуют самое простое защитные очки если вы снимаете ржавчину или зачищаете сварные швы очки вполне сгодятся а вот говорить о защите от ожога а тем более от излучений точно не приходится они могут лишь частично отфильтровать вредные лучи подойдут они исключительно для газовой и плазменной резки щиток для сварки простейшие но все же защита он подходит для дуговой сварки лицо уже под защитой светофильтр щитка предохранит ваше зрение от мощного излучения вы будете видеть рабочую зону во время розжига и сварки минус щитка в том что его надо удерживать рукой следующая ступень эволюции маска с постоянно затемненным светофильтра это тот же щиток но с креплением руки уже свободны и большая поверхность головы защищена от брызг самый главный минус такой маски пассивный фильтр он не позволяет контролировать рабочую зону в момент розжига дуги наиболее эффективный вид защиты маска хамелеон с активным светофильтр главная фишка таких масок это регулировка и автозатемнение светового фильтра отсюда и название хамелеон как только загорается сварочная дуга жк светофильтр за миллисекунды автоматически затемняется в обычном же состоянии он прозрачен и сквозь него сварщик может все видеть при этом от ультрафиолетового и инфракрасного излучения фильтр защищает даже без затемнения маска хамелеон выполняется из устойчивого к удару полимера да никто она может противостоять серьезным механическим воздействием а также брызгом расплава и постоянному нагреванию но как выбрать из множества масок хамелеона нужно именно вам мы не будем говорить о дорогих моделях масок для сварки в экстремальных условиях или оборудованных системами поглощения дыма а разберемся в масках которые доступны для каждого и так чем они отличаются друг от друга и какие действительно стоят того чтобы за них заплатить деньги первый параметр диапазон затемнения его подбирают зависимости от вида сварки которым вы планируете работать для самой распространенной электродной сварки подойдут все защитные маски хамелеон даже для профессионального сварщика работающего ручной дуговой сваркой вполне достаточно маски с диапазоном 913 дин если вы также планируете варить полуавтоматом или аргонодуговой сваркой то лучше выбрать маску которая может работать в диапазоне 513 дин очень удобно если регулировку степени затемнения можно настраивать вручную зависимости от процесса наиболее удобными считаются маски сварщика в которых есть два диапазона затемнения диапазон от 4 до 8 дин для работы с аргоном или при ручной дуговой сварки при плохой освещенности также меньшее затемнение может понадобиться человеку в возрасте а для работы с инверторами на повышенных токах и при хорошем освещении необходимо затемнение до 13 дин так что лучше если маска сочетает два режима 5 8 дин и 8 13 дин обратите внимание насколько прозрачен фильтр в исходном полностью осветленном состоянии чем он светлее тем лучше обзор перед началом сварки не забудьте проверить работу фильтра в процессе эксплуатации вы научитесь подбирать комфортную для вас степень затемнений а для начала при выборе маски можете использовать такую таблицу степень затемнения указывается в паспорте маски у масок фубок уже из названия можно понять какая степень затемнения у данной модели вторая важная характеристика скорость переключения светофильтра чем она выше тем лучше для зрения антиподом этого показателя является скорость осветления здесь все наоборот лучше чтобы фильтр приходил в исходное состояние не сразу после затухания дуги так как сварочная ванна какое-то время еще светится хорошие маски позволяют выставить необходимую для комфортной работы задержку регулировка чувствительности обычно находится внутри маски на фильтре с ее помощью можно выставить на что будет срабатывать фильтр только на дугу или еще на какие-то яркие источники света если вы работаете в закрытом помещении то лучше чувствительность ставить высокую а вот на улице фильтр может срабатывать и на солнечные блики тогда лучше снизить чувствительность регулировка может быть плавной или ступенчатой плавно и лучше некоторые модели масок имеет также специальную функцию шлифования в этом режиме чувствительность выставляется на минимум и датчики не реагируют на искры можно спокойно зачищать швы даже болгарка не снимая маски немаловажный показатель количество сенсоров за счет которых срабатывают датчики чувствительности обычно бывает достаточно двух датчиков но если различные предметы или конструкции могут перекрыть свечение дуги то фильтр может автоматически открыться и произойдет осветление для таких работ лучше подойдут модели четырьмя датчиками обратите внимание на систему питания светофильтра он работает от встроенных солнечных батарей а может дополнительно подстраховываться встроенными сменными элементами литиевыми аккумуляторами таблетками такой вариант более надежный пару слов об эргономике выбирая маску очень важно оценить ее вес удобства и надежность фиксации на голове маски могут весить как полкило так и два три килограмма насколько это важно вы посудите сами не очень-то комфортно работать с двумя килограммами на голове тем более когда есть выбор в пользу более легкого варианта что касается фиксации обратите внимание на сколько маска охватывает вашу голову и если возможность регулировки охвата идеально если оголовье обработано мягким материалом обратите внимание на размер экрана они могут быть разного размера чем больше тем легче контролировать процесс сварки также важно знать где живет регулировка светофильтр если ручки находятся на самом фильтре внутри то регулировку можно делать только сняв маску в то же время все переключатели хорошо защищены от механических повреждений если же вы хотите управлять светофильтром прям во время работы то можно выбрать модель где ручки выведены на внешнюю сторону я сейчас ну и конечно рынок сейчас предлагает огромное разнообразие принтов и цветов здесь уже дело вкуса выбрать ли вам строгую классику или 3d графику конце обзора хотелось бы дать несколько полезных советов по уходу за маской сварщика главное светофильтр нужно беречь он легко царапается протирайте его чистой мягкой тканью если нужно можно смочить ткань водой не протирайте фильтр спиртом или растворителем он покрыт специальной пленкой которая растворится в этих жидкостях есть еще одна особенность любых фильтров хамелеон при низких температурах они могут подтормаживать срабатывать задержкой как на затемнение так и на осветление момент не очень приятный поэтому зимой на улице варить нормально не получится даже если производитель укажет температуру эксплуатации от минус десяти градусов при покупке маски не забудьте дополнительные защитные стекла это расходный материал который постоянно будет нужен проверенные производители обычно вкладывают в коробку набор запасных стекол надеюсь что этот ролик помог вам определиться в выборе маски сварщика если у вас остались вопросы задавайте их в комментариях или пишите на наш адрес не вопрос собака фубок точка краткие характеристики моделей которые принимали участие в данном ролике а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok